Всем привет! На канале 13 полцов. О, не поели! Здравствуйте! Аня-то только как 5 минут зашла со школы. Снежана дома, она на больничном. Добрый день, дорогие друзья. Приглашаем вас к себе в гости на обед. Посидеть с нами, пообщаться. Садитесь за стол тоже. Мы такие виртуальные наши гости. Поэтому угощайтесь у нас сегодня. Что? У нас сегодня рожки по-флотски. Мы с вами их готовили. У нас сегодня кетчуп домашний, как обычно, девочками. Чтоб они не тянулись, прям налила. Маслины. Ошиблась первый раз. Всегда без косточек беру. Все это с косточками. Не сегодня, они уж давно стоят. Думаю, открою. Дети их махом съедают, мальчишки взрослые. Огурчики с помидорчиками с подпола достали. Хлебушек. Компорт сливовый. Вчера варила, сегодня остался. Все просто, но вкусно. Да. Приятного аппетита, кто с нами кушает. Еще дома Никита с Костей, ну, сильно носиком швыркают. Говорит, не будем садиться кушать с вами. Да, поэтому здесь самые здоровые остались за столом. Самые-самые. Да. И мы снова с вами здесь на Ютьюбе встречаемся. Я, знаете, хотела обратить внимание на один комментарий. Сейчас я его зачитаю. Ильмира Ильмира Иманкулова. Если я что-то ошибаюсь, Ильмира, извините, пожалуйста. Ильмира, здравствуйте. Молодцы. У нас в семье восемь детей. Отец бросил нас. Младшему брату было пять лет. Мама работала. Держала много скота. Всех вырастила. Практически все получили высшее образование. Мама умерла в возрасте восемьдесят семь лет. Старость была прекрасная. Дети приезжали, помогали ей. Ездила по гостям. К сожалению, два брата и сестра умерли. Нас осталось пятеро. Мы общаемся. Братья и сестры живут в разных городах. Я жила с мамой в деревне. Она воспитала достойных детей. Вы знаете, я прям с удовольствием прочитала ваши комментарии. Сейчас это здорово. Здорово, что человек, который рос в большой семье, не говорит «Ой, зачем вам столько детей? Я сама из большой семьи. Да зачем это надо? В семье большой кто встал, того и тапки». Нет. Человек гордится. У меня прям мурашки. И пишет, что мама воспитала достойных детей. Потому что это здорово. Нам тоже часто. У нас до сих пор один из учителей. Я не буду говорить, кто, но вдруг нас смотрит. Не буду говорить, кто до сих пор. Кто-то к нам приходил домой и видел, как мы живем. А кто-то не приходил и до сих пор так носиком морщит. А есть ли у детей там письменный стол? А есть ли то-то? Все вот кажется, что вот у нас все. Дети не доедают, не доодеваются. Хотя одеваются, видят, что они одеваются хорошо. Я могу твердо сказать, что дети одеты в школе очень хорошо. На них нету порванных платьишек, застиранных колготочек. Я не люблю это. Поэтому я хочу, чтобы мои дети, когда выросли, тоже сказали, что нас росло одиннадцать, и было все круто. Мы всегда были сыты. Может быть, настанет время, когда мы и начнем не доедать. Может быть. Но будем стараться. Было такое время. Но у наших детей пока не было. Сейчас. В нашей жизни. Поэтому для нас это главное – одежда и еда. И воспитание. Главное, чтобы у детей были интересы. Что-то со старшими детьми, которые по два года в семье, что-то мы сделать не можем. Но они, по крайней мере, порядочные. Они, по крайней мере, в свои годы не безобразничают. И это тоже большой плюс. Да, я считаю, что это большой плюс для деток. Но, а малышам уже, насколько нас хватит, будем стараться, чтобы они и учились хотя бы на четыре с плюсом. Вся проблема, что какой-то стабильности нет, твердый. А, ничего. Анюта, что ты сегодня рассказывал? У вас новая девочка в школе, да? Или мальчик, я не помню? Девочка. А, девочка. Как зовут? Она не помнит. Не помнишь? Она познакомилась, но не помнит. Сегодня первый раз была она, да? Не знаю, что я. А Снежана ее еще не видела? Ну, я кажется, да. Представь, ты придешь в класс, а там девочка. Новенькая. Да ее с кем посадили? С мальчиком или с девочкой, посадили? С мальчиком. Да ты общалась уже? Да. Хорошая девочка? Да. И видала конфеты две. Да ты че? Ты какая молодец. Поделилась, да? Ну все, теперь она с тобой дружить будет. У нас Анюта, она вообще очень любит угощать. У нас все дети такие, но вот Анютой прям это развито. Она любит что-то свое подарить, поделиться. Она любит угощать. Не жажда? Да. Нет. Нет. Мы сейчас просто про Анюту. Я ж не начала, а Владик такой, а Снежана такая, Максим. Я сейчас вот про Анюту. Снежана скромная. Снежана свои прелести, у Анюты свои прелести. Да, дети? Да. Да. Ну Снежана какие прелести. Она с утра проснулась, прочитала взрослый рассказ. И я спал. И с утра проснулась всеми мыслями, мама, включи мне продолжение фильма про любовь. Да. А мама у нее спросила, а ты че уже почитала? Че, доча, хочешь? Еще. А еще? Да. Сама накладывай сколько хочешь. Я говорю, а ты че уже почитала? Нет. Ну давай, читай. То есть привела себя в порядок, да? Почитала, папе почитала. Про мальчика, который не умел плавать, потом научился плавать. Папа у него спросил. Да, он говорит, я на среднем романях был. Отец спрашивает. Ну и че? Какое место зовем? Третье. Ну он такой, а кто первый? Ну там Лешка, он уже давно занимается. А второе, я там не знаю, как зовут мальчик. На лягушонка похож. Да, Лешенький. А третье? А ты наоборот, кутик. Ну, отец прошел, а четвертый, кто зали? Он такой, ну а четвертого не было. В смысле, как не было? Ну кто-то ж четвертый пришел. А нет, тренер сказал, что нам всем третье поставил. На Ивана сейчас смотрю. В этот раз вся семья перестрелилась, а он со своей занятостью так и не смог сходить к парикмахеру. Она бедная звонила, звонила. Когда она может. Я не могу. Он не может вообще. И мы уже это дело бросили. Я говорю, если че он увезет Снежану на тренировку. И там рядом прям парикмахерская, где мы раньше стриглись, и сходит, пострижется. Потому что все так и некогда. Снежан теперь болеет на тренировку, не ездит. Папа занят. И он просто либо с крыши только слез, в шапке работал, весь мокрый. Либо, как сейчас, только приехал. Написала Рита Владимир Ханявка. Это Рита. Я ее, если честно, блокировала, Рита. Я блокировала вас. Но вы опять как-то, вас двое опять прорвалось. Чупрова Наталья и вы. Вы постоянно плохие комментарии пишите. Иван хоть бы расчесался. Да он? Он не модель. Он не на подиуме. Наоборот. Он только с работы пришел. Он только зашел. Сел и сидит. Отдыхает, ноги вытянул. Видно, что голова еще мокрая, потому что трудился. Как и я вот всегда с детства помню своего отца в таком состоянии. Еще и руки все в мазуте. Так что это показатель того, что наш папа не лежит на диване, а постоянно чем-то занят. И пусть он будет грязный и лохматый. Но некогда ему. Я, может быть, хочу косо. Это юмор. Это немножко позитива. Мы не хотели никого обижать. У меня вот тоже сейчас интересно получится. Ну ты можешь поднести вот так? Не-не, так любой может. У меня-то вот, ну, какая-то сложная задача. Мама, у Яны подруга есть тоже, и Рита. Рита? Подруга Ульяна? Да. Ну хорошо. Нет, тебя зовут Аня. У Ильяна подруга. Нет, Рита тоже есть. Рита? И Аня есть, как мое имя. Мы, ну, когда у нас было 100 рублей, мы пошли с Ульяной и подругой гулять. Я пошел гулять. Беда с вами. Что, говорит, у нас было 100 рублей? У Ульяны 200? Да. Почему это Ульяна 200? У Ульяны 200, а у вас 100. У тебя, у Анюты, было по 100, а у Василисы и Ульяны было по 200. Ну, потому что вы младше. У меня уже 8 лет. А, 8 лет. А мне уже 6. У тебя все серьезно, Анюта. В следующий раз тебе 50 рублей. Тебе 7 лет уже. И в июле будет 8. Каких 6-то? Ты что? Я уже не спешу стареть. Мне никто не видит, что мне 10 лет. Да. О, вкусно как. Все-таки макароны по-флоски всегда вкусно. Да, еще вот такие вот маленькие. Я думала, дети ковыряться будут. Нет, хорошо едят. Заливают кетчупом. И едят. А мне даже без кетчупа больше нравится. Кто-то спрашивал, как я готовлю кетчуп. Вот именно, который у них. Я беру помидоры. Я их блендером беру. Я их все нарезаю. Помидоры, перец. Помидоры, перец. Сладкий здесь. И больше ничего нет. Да. Помидоры, перец. Плотно нарезаю в кастрюлю. Немножко блендером забиваю. Ставлю. Они дают сок. Я их блендером перебиваю. Поварила чуть-чуть. Через сито перетерла. И ставлю упариваться. Соль, сахар, перец. Все по вашему вкусу. И вот пока они... Дай, дочь, покажи. Дай вот это. Есть вообще густой. Ну, этот тоже не жидкий. А есть вообще густой делаю. Долго варю, когда упаривается. У Анюты с другой баночки. У Анюты чуть-чуть пожиже. Еще есть рецепт. Я поначалу делала, добавляла крахмал чуть-чуть. Сейчас не стала добавлять. С томатом с ним ничего не случается. Хорошо упарилась. И все. И дети, получается, кушают там помидоры. Перчик сладкий. Все через сито протерто. Блендером сделала. Через сито протерла. И соль, сахар. И перчик. И все. Дети любят. Да, этот кетчуп дети любят. И больше ничего там нету. И они вот его кушают. Обалдеться, натуральный кетчуп. Какой он должен быть в магазине, по идее. Ни крахмала не добавляю. Ничего. А его если... В магазине купишь кетчуп, из помидоров. У него цвет такой огненно-красный, конечно. Ну, видно же, что это... Можно добавить острого перца, но я не добавляю. И даже у меня там перец зеленый, красный всякий. Может быть, если бы только красный был, и цвет поярче был бы. У меня всякий разный. А помидоры, если их часочек потепетить, с ними уже ничего не будет. Они не пропадают. Ни разу ни одна банка у нас не пропала. Кого покушала? Ну, у нас дома не идет леча вообще. Раньше делала много леча. Вообще не идет. Вот все перетерто идет. Но вот сейчас стали огурцы. Прошлый раз трехлитровую банку открыли. Только на стол порезали. Вечером выхожу, уже пусто. Мальчишки перетаскали, взрослые. Что-то видать. Один кто-то распробовал, и все. Сейчас вторую достали банку. Помидоры плохо идут. Кто-то говорил, писал, что ой, надо же, дети едят помидорки. Это случайность. Это просто с Нежаной что-то случилось. Никто не ест. Ну, Владик еще может покушать, я. И все. Никто больше ничего не ест. Снежан, придется есть. Нас тут обидели, сказали, что мы помидоры не едим. Снежан нас все говорит, раньше не кушала. Сейчас кушаю. Маленький, делаем вид, что едим. А чем мы их не едим? Вкусные. Варенье абрикосовое. Достаю в этот раз, рекламирую, как могу. Не едят. Целенькие абрикосики, ядрышко внутри. И чуть-чуть водичка. Ну, Владик у нас все кушает. Молодец. Владик, молодец. Реклама, видишь? Реклама. Реклама. То я лук рекламировала. Красный. Ага, теперь помидоры. Вкусные. Компот у нас в этот раз такой сливовый, кисленький, хороший. Сахара я меньше, чуть-чуть нормы положила. И еще сливы кисленькие такие они. Сегодня был на рынке. Вот тут женщина, которую масло берем. Ну, такая интересная. Говорит. Смотрите, я сфотографировал оценник. Я слышу. Ну, и кофе какой-то. Равозик. Говорит, Сиран, две коробки всегда за неделю продает. Ну, видать, быстро сваримый, я понял. В мягкой упаковке. Ага. Название не помню. Говорит, раньше моя цена была 300 рублей. Показывать фотографию вчерашним днем на ценнике. 500, 85 рублей. У них там, да? Да, закупочная. Я думаю, как же я его тебе продавать-то? Ну, если люди будут приходить, спрашивать, говорить, что цена такая, привозить или нет. Ну. Тот, кто без кофе не может, он будет все равно брать. Ну, либо кофе перестанут пить. Масло мы сегодня вот взяли. Было время уже этот пилиш, как он? Цикорий. Цикорий, да. Масло мы взяли сегодня пол 400. И ты, она сказала, нам, а так, говорит, 420 уже будут доставлять. Домашнее. Но это все равно еще недорого. Вообще, я вот смотрю, люди пишут цены. Какая сведка дешевая. У нас по 338, да, я в этот раз взяла? Кто-то пишет, у них там по 100 с лишним. Я прям даже не знаю, как быть. У нас вообще дорого. Я вспоминаю, мы с мужем жили в Ванино. И Ванино, там же вот спускайся и в каждой луже рыбачил. Он рыбачил селедку. Нет, если ты не рыбачил. Ну, ты не рыбачил, а Наташа, например, на вагу. Вот такую камбану рыбачил. Вот такую прям, она толстена, на сковородку на большую. Корюшка там самая дорогая. Корюшка. И интересно, а мы с Комсомольска туда приехали. Так там такие цены на рыбу сумасшедшие. Я говорю, ну надо же, здесь ловится и такие цены дороже, чем мы жили в Комсомольске. То есть корюшку было дешевле поехать купить в Комсомольске, чем купить в Ванино. Ой, наелись все, да? Кисленький слишком, да. Что, дочь? Кисленький слишком. Кисленький слишком. Он такой резко кисленький. Да, уже давно стоит наверху. Помидоры давно открыты уже. Спасибо большое. Я уже до этого помидоры, целая тарелочка была, я борщ варила вот. Какой ветер у нас опять поднялся? Ветер на улице, холодно. Я сейчас цветочки ходила, высаживала. Ну что, будем заканчивать? Накушались? Пока, пока, пока. Ой, дочь, а ты не попила ничего. До скорой встречи, друзья. Пока, пока. Мы с вами, вы с нами. Все очень здорово. До свидания. Давайте счастливо всем, удачного дня. Берегите себя и не болейте. Все будет хорошо и хорошо будет пускай везде поскорее. Пока.